Недавно мне попалась на глаза интригующая гипотеза относительно путинской способности к выживанию. Бренда Коннорс, старший научный сотрудник отдела стратегических исследований Академии ВМС США в Ньюпорте, штат Рот-Айленд, ранее не только работала в протокольном отделе Госдепартамента, но и одно время была солисткой танцевальной труппы Эрика Хокинса. У Коннорс весьма оригинальная научная специализация, она признанный эксперт в области анализа движений. Благодаря встречам с Михаилом Горбачевым и другими мировыми лидерами в ходе своей дипломатической службы, а также занятием современными танцами, она пришла к интересному выводу о том, что любые телодвижения, от походки до мимики и жестов, представляют собой язык, отражающий не только эмоции, но и стиль руководства и характер поведения. Недавно я побывал у Коннорс в Ньюпорте. До этого мы поболтали по телефону о ее исследованиях в отношении Путина, в особенности о его крайне неравномерной походке. И мне очень захотелось посмотреть ее видеозаписи и обсудить эту тему подробнее. На видеопленке была запечатлена церемония первой инаугурации Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. «Вот смотрите», — сказала Коннорс, наблюдая, как Путин входит в зал и идет по красной ковровой дорожке. «Только после того, как она запустила пленку в замедленном режиме, я понял, что она имеет в виду, а поняв, был просто ошеломлен». Левая рука и нога Путина двигались в непринужденном, естественном ритме. Однако его правая рука, согнутая в локте, двигалась с трудом, словно он поталкивал ее плечом, а правую ногу он подволакивал, а не опирался на нее всем весом. Когда Коннорс еще раз прокрутила пленку на нормальной скорости, этот физический недостаток было уже нетрудно заметить. И я легко выявил другие его проявления. При ходьбе весь импульс и энергию задает левая часть его тела, а правая словно тянется за ней следом. Даже правая сторона туловища кажется закостеневшей. Когда он держит ручку, правая рука Путина жимает ее неловко, как будто с трудом. Коннорс показала эти кадры ряду экспертов, в том числе Томасу Пецелля, кардиохирургу из Сент-Луиса, двум хирургам-ортопедам и физиотерапевту из Люпарского госпиталя ВМФ, а также Бонни Бейнбридж-Коэн, основательница школы равновесия тела и духа в Амферсте, штат Массачусетс, чья специальность определяется странным словосочетанием терапии невроразвития. Они выдвинули целый ряд гипотез. Возможно, Путин пережил инсульт еще в утробе матери, или, как полагает Пеццела, страдает от спинального спастического паралича, из-за защемления правого плеча щипцами при родах, или же в детстве переболел полемиелитом, после Второй мировой войны Европа и Западной области России были охвачены эпидемией этой болезни. Гипотеза об инсульте вполне соотносится с явной утратой чувствительности нервных окончаний на пальцах его правой руки. На видеозаписях, где Путин заснят во время тренировок под зюдо, хорошо видно, что, поднимаясь статами, он опирается на кулак, а не на раскрытую ладонь. На основе собственных наблюдений и консультаций с экспертами Коннорс пришла к выводу, что в младенческом возрасте Путин, возможно, был не в состоянии ползать, судя по всему, он лишен способности к так называемому конролатеральному движению, и перемещается скорее по принципу от головы к хвосту, подобно рыбам или рептилиям. Коннорс считает, что из-за этих недугов у Путина выработала сильная воля к выживанию и стремлению уравновесить и укрепить собственное тело. Несмотря на отвлеченный характер этих исследований, Коннорс сопереживает своему объекту. Когда смотришь на него на видео, это зрелище глубоко трогает, говорит она о Путине. Он страдает от давнего, серьезного физического недостатка, с которым он научился великолепно справляться. Гипотеза о том, что Путин сохранил некоторые свойства рептилий, не является настолько дикой, как выглядит на первый взгляд. Конечно, развитие индивида не является точным повторением развития вида. Однако современная биология признает наличие связи между развитием человеческого эмбриона и этапами эволюции видов. По словам Коннорс, одна из характерных черт рептилий заключается в том, что они патрулируют свою территорию, и если ее граница нарушает чужой, инстинктивно бросаются на него. По каким же признакам возможно различить рептилоида? Имеются три основных различия. 1. Человеческий зрачок, круглый по форме. У рептоидов зрачок вытянут по вертикали, как змей и кошек, и диафрагма расширяется неравномерно, как у людей, а принимает миндалевидную форму. 2. Человеческий язык имеет форму совковой лопаты или иногда демонически заострен на конце. У рептоидов же язык тонкий и длинный, как у змей. 3. Зубы рептоидов более острые и крупные, иногда редким частоколом располагаются на десне, в отличие от плотного ряда скромных человеческих зубов, если они, конечно, не прикрыты коронками и протезами. Просматривая видеоканала России 24, когда премьер последний раз отвечал на вопросы жителей страны, я обратил внимание на одну особенность. Очень интересно выглядят зрачки глаз Путина под определенным углом. Мои исследования показали и этому есть подробные объяснения в книге, если вы вернетесь достаточно далеко в прошлое, то найдете там множество таких рас, которые переплетены с человечеством. Есть одна специфическая группа, которая до сих пор активно действует в физическом мире. Это раса рептилий, те, кого мы называем аннунаки, по шумерским табличкам. И я не одинок в этом. Доктор Д. Хорн написал книгу неземное происхождение человечества и провел такие же исследования, которые провел и я, на основе огромного количества древних и современных свидетельств, указывающих на то, что эта связь с рептилиями тянется через тысячелетия в сегодняшний день. С гор Кавказа и той местности, которую мы называем Шумер и Вавилон вышли эти родовые линии. Состоялось скрещивание между человеческой расой и этой рептильной группой. Позже все это перекочевало в Египет, затем в Рим и Лондон. Гибриды стали полубогами, посредниками между богами и человечеством, царями-змеями. Примерно в 2200 году до нашей эры, в Египте образовалось нечто, называвшееся Королевским двором дракона. Он имеет достаточно большую силу сегодня, 4000 лет спустя, и находится в Англии, которая, по моему мнению, является эпицентром всемирного контроля, эпицентром сети. Гибриды рептилий и человек были в разное время правителями и Ближнего и Среднего Востока, наконец стали аристократией и королевскими семьями Европы. Сейчас существует только одна королевская семья, остальные были истреблены во время переворотов и революций, или отстранены от реальной власти по другим причинам. По крайней мере, одна королевская семья имеет разные имена. Виндзере, одна из этих линий. Основным временным пунктом экспансии является 1689 год, когда голландец Вильям Оранжский, с которым связаны родственными узами каждая из ныне живущих королевских фамилий в Европе, был посажен на трон Англии. Менеджеры отделений, на подконтрольных территориях по обе стороны Атлантики и в других землях, организуют работу в своих семьях и в каждой из стран в соответствии с программой «Рокфеллеры в Америке», «Оппенгеймеры в Южной Африке». Если вы исследуете генеалогию президентов Америки, то будете поражены. Все президентские выборы, начиная с Джорджа Вашингтона в 1789, были выиграны наиболее чистокровными кандидатами, и эталоном является «Европейская королевская кровь». Из 42 президентов, предшествовавших Биллу Клинтону, 33 были генетически связаны с двумя людьми, Альфредом Великим, королем Англии, и Шарлеманом, монархом, который правил на территории современной Франции. 19 из них имели родственные связи с королем Англии Эдвардом Третьим, родственником принца Чарльза. И то же самое касается всех ключевых постов власти. Повсюду, одно и то же племя. Или речь идет о семье банкиров в Америке или о любой другой. Скажем, Джордж Буш и Барбара Буш выходят из одной линии крови, линии Пирс. Ранее они назывались Перси, одной из аристократических семей Великобритании, процветающей по сей день. Джордж Буш является родственником Шарлемана и Альфреда Великого, а также Франклина Делана Рузвельта. Идея о том, что любой может стать президентом, просто неправда. Если вернуться на два поколения назад, согласно исследованиям, то можно увидеть. Буш был членом общества черепа искрещенных костей в Ельском университете и был замешан в различных политических маневрах. В следующем поколении вы увидите Джорджа, которого готовили с рождения и воспитывали как держателя власти. Он и стал главой ЦРУ, вице-президентом и президентом. Он возглавлял республиканскую партию во время слушаний Уиттергейта. Был послом ООН и неофициальным послом в Китае. Все эти должности – ключевые. К тому же Буш стал губернатором штата Флорида. Согласно данным книги Перов Берка, даже по официальной генеалогии, Клинтон генетически родственный дом у Виндзоров, а также каждому шотландскому монарху, королю Англии Генриху Третьему и Роберту Первому, королю Франции. Клинтон происходит из семьи Рокфеллеров на одно поколение назад, что является ясным объяснением того, почему так называемый мальчик с улицы из штата Арканзас получил стипендию рода в Оксфордском университете, которая предоставляется только избранным. В очень раннем возрасте Клинтон стал губернатором штата Арканзас, который все считают штатом Рокфеллеров. Потом он стал президентом Соединенных Штатов. В мае 1998 года я познакомился с 12 разными людьми из разных кругов, начиная от бизнесменов, работающих в швейцарских банках, до работников телевидения, которые рассказывали мне одно и то же. Они видят, как люди, которые в большинстве своем стоят у власти, прямо у них на глазах превращаются в рептилий, а затем снова в людей. Как это объяснить? Существуют некоторые частотные поля, в которых им оказывается гораздо сложнее удерживать человеческую форму. Я думаю, что сознание людей на короткое время переходит на эту энергию время от времени. И тогда люди видят рептилий сквозь их наряд третьего измерения. В Ванкувере ко мне подошла женщина-бизнесмен. У нее был роман с мужчиной, прямо во время занятия сексом он изменил свой образ человеческого на рептильную. Можете себе представить ее шок. И поток рассказов не прекращается. Очевидцев преобразований довольно много. В книге «Абрайан. Трансформация Америки» описывается эпизод, как Джордж Буш рассказывал о том, что они являются внеземной цивилизацией, захватившей планету. И никто этого не замечает. Также он говорил, что они пришли из далекого космоса. Абрайан пишет, что видела, как многие политики Америки превращаются в рептилий. В их числе и Джордж Буш. Еще она рассказывает о Мигуэле Далла Мадрид, президента Мексики в 80-х годах. Он рассказывал ей о расе игуан и также превращался в эту самую игуану. Потом один молодой человек позвонил мне в офис и сказал, вы мне можете объяснить, почему люди типа Буша, Киссинджера или Горбачева превращаются в рептилий, когда я вижу их по телевизору. И я подумал, да, я знаю почему. То, что мы называем миром нового порядка, является планом рептилий. Они хотят создать хаос в мире, включая в свою программу и большие войны. Создать структуру Всемирного правительства, Всемирного центрального банка, Всемирной валюты, электронной банковской системы, отсутствие наличных денег, население с вживленным микросхемой и Всемирную армию, которой является НАТО. Они планируют создать невероятный хаос, используя на весь мир сильнейшие техники манипулирования сознанием, которые я называю проблема-реакция-решение. Вы создаете проблему, получаете реакцию от населения, что-то нужно делать и затем предлагаете решение, которое вы хотели вести еще с самого начала. Если вам нужно применить Всемирные решения, вам нужно создать Всемирные проблемы. Я предполагаю широкомасштабное наступление. Еще большей проблемой для них является то, что вибрация нашей планеты все повышается, и тем, кто может изменять свою форму, становится все труднее оставаться в форме человека. Эти рептилии просто одержимы поставить свои институты контроля и вживить микросхемы в людей. Они знают, что вибрация планеты достигнет такой скорости, при которой удержать человеческую форму будет просто невозможно, чтобы не делалось. Вот тогда мы, наконец, увидим, что нашей планеты управляют рептилией. Они не смогут больше прятаться. Но к этому времени нужно успеть многое. И прежде всего, сформировать Всемирную армию и зомбировать людей. Контроль человека над своей жизнью на Земле – исключить.